Кифоз, сутулость в спине и кифоскалиотическая осанка. Покажу вам комплекс упражнений, которые в домашних условиях помогут улучшить и раскрыть ваши плечи. Какие причины могут формировать кифоз в грудном отделе? Всем здравствуйте! Вы на канале Здоровый Рук. С вами я, Анастасия, специалист по физической реабилитации. И тема сегодняшнего нашего видео – кифоз, сутулость в спине и кифоскалиотическая осанка. Ну и, конечно же, по традиции я покажу вам комплекс упражнений, которые в домашних условиях помогут улучшить и раскрыть ваши плечи. Перед этим, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, колокольчик и жду ваших комментариев. Поехали! Кифоз является физиологическим изгибом позвоночника в грудном отделе. Но когда он увеличивается, это уже патология и называется гиперкифозом в грудном отделе или сутулостью. Какие причины могут формировать кифоз в грудном отделе? Это укорочение грудной мышцы, соответственно, закручиваются плечи и начинают выпирать лопатки. Это плохая работа средней и нижней трапеции, которые, в свою очередь, должны приводить лопатки к позвоночнику и опускать углы лопаток вверх. Это чересчур большая нагрузка на верхнюю трапецию, которая, в свою очередь, постоянно приподнимает плечи вверх и визуально уже нарушает нашу осанку. И одна из причин – это увеличение лордоза в поясничном отделе, потому что все отделы между собой связаны. Если у нас есть гиперлордоз в поясничном отделе, то, конечно же, обязательно образуется гиперкифоз и в грудном отделе. Переходим к упражнениям. Сегодня мне поможет наш реабилитолог Игорь. Первое упражнение выполнять будем лежа на полу, вернее, на четвереньках. Упражнение вам известно – это кошка-собака. Становимся на четвереньки. Колени параллельны тазобедренным суставам. Руки ровно, в локтях не сгибаем. На хорошем выдохе округляемся. Выдох. Лопатки стараемся максимально тянуть вверх в потолок. И расслабляемся. Здесь тоже можно сделать выдох. Вдох. Выдох. Максимально округляемся. Очень важно – тянемся максимально вверх. И расслабляемся вниз. Немножечко разогреемся, а потом подойдем к основному упражнению. Выполняем 15-20 повторений. Следующее упражнение будет лежа на спине. Мы с вами немножечко вкручиваем и мобилизируем грудной отдел в работу. Для этого нам понадобятся вот такие вот роллы. Дома вы можете использовать свернутое полотенце. Укладываем его вдоль позвоночника от поясницы до области лопаток. Желательно, чтобы голова, конечно, не висела. Что мы делаем? Мы ставим руки буквой «П». Делаем наклон рук к полу назад. И, соответственно, также прокручиваем их вперед. На хорошем выдохе. Да, так, чтобы голова у вас не висела и не было сильного напряжения. Хорошо, руки назад и вперед. Включаем работу с вами лопатки, ключицы. Хорошо разрабатываем грудной отдел, улучшаем мобильность. Выполняем 15-20 повторений. Следующее упражнение. Исходное положение также лежа на спине. Поднимаем руки вверх и две руки вверх подъем по полу. И опускаем в исходное положение. Как будто скользим по полу вверх ровными руками. И возвращаем в исходное положение. Скользим по полу вверх и возвращаем в исходное положение. Опять две руки вверх и возвращаем в исходное положение. Выполняем также в 15-20 повторения с хорошим выдохом на подъем рук вверх. Следующее упражнение еще больше улучшить мобильность в грудном отделе. И уже после него вы почувствуете облегчение и раскрытие плечей. Ложимся на бок. Колени вместе, такой буквой Г. Руки за голову. И делаем хороший разворот на выдохе только в грудном отделе. Грудной отдел полностью раскрывается, укладывается на пол. И возвращаемся в исходное положение. Таз зафиксированный. Мы работаем только грудным отделом. Хорошо раскручиваемся в одну сторону 20 раз. Потом ложимся на другой бок. И точно так же раскручиваем вторую сторону 20 повторений. Похожие упражнения, но другое исходное положение на четвереньках. Стараемся втянуть живот так, чтобы спина, поясница у нас была ровная. Кладем одну руку за голову, вторая в опоре. И на выдохе максимально тянемся локтем вверх. Разворачиваем грудной отдел. Стараемся зафиксировать таз и работать в той амплитуде движения, где работает и разворачивается только грудной и шейный отдел. Поясничку не задействуем в работу. С хорошим выдохом точно так же выполняем 20 повторений одной рукой и 20 другой. Следующее упражнение. Мы включим в работу грудные мышцы, а потом их растянем, потому что это одна из групп мышц, которая провоцирует увеличение сутулости и закрученных плечей вовнутрь. У нас это тренажер. Вы дома можете использовать дверной проем. Укладываем руки ровно на уровне груди. Ноги немножечко отходят назад. Делаем хороший наклон вниз. Вдох. И на выдохе подъем. Во время опускания локти у нас уходят вверх. И на выдохе делаем подъем. Это упражнение максимально раскроет грудной отдел, плюс дополнительно поможет вам убрать головную боль, понизит давление, если оно поднимается у вас. И, соответственно, улучшит самочувствие в шейном отделе и в голове. Выполняем 15-20 повторений. И в завершение мы растянем грудной отдел. Также с помощью дверного проема укладываем руку на дверной проем. Ногой делаем выпад вперед, шаг. И на выдохе максимально разворачиваем корпус, чтобы почувствовать растяжение грудной мышцы. Если не чувствуете растяжение, поиграйтесь рукой. Может быть, нужно поднять немножечко выше или, наоборот, опустить немножко ниже, для того, чтобы максимально почувствовать натяжение мышцы. Этот комплекс упражнений – общие рекомендации для всех. Если вы хотите индивидуальный комплекс реабилитации, то, конечно же, обращайтесь к нам в центр онлайн или офлайн. Если вы сомневаетесь, то можете послушать отзывы наших любимых пациентов. С какой проблемой обратились в центр здорового руха? Какими методами раньше лечились? Ну, к здоровому руху я обратился с проблемой от мазобедренного состава. Я сам танцор, заслуженный артист. И вы понимаете, что танцевать стало просто нереально. И я около 15 врачей, наверное, за полгода обошел. Да, уколы, помогали, там, таблетки. Но опять это все временно, пока не сел в YouTube, не перешерстил весь YouTube. И выбирал тоже очень много было вариантов оздоровительных таких комплексов, как здесь. Но что мне понравилось, я спрашивал у людей, которые мне сказали, что здесь именно в здоровом рухе очень делают эти движения более массивно, более напряжно, то есть загружают больше движениями и намного быстрее идет оздоровление. Потому что, ну, как бы, у меня тоже непростая тема, но вот за пару занятий, которые я провел здесь, плюс тест, три занятия, и намного почувствовал себя лучше. То есть для меня даже 10% это очень много. А, естественно, если я прохожу 2-3 месяца, я думаю, что у меня все будет отлично. Этот комплекс упражнений всего лишь маленький шаг для улучшения вашей осанки. Но если вы будете выполнять его каждый день, вы уже заметите динамику в ближайшие недели. Поэтому не ленитесь, выполняйте. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Жду ваших комментариев и у себя на страничке в Instagram, где я с вами общаюсь более тесно. Спасибо, что были с нами. А с вами была я, ваш виртуальный реабилитолог. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok